Присмыкающиеся в качестве домашних любимцев с каждым годом набирают популярность. Даже я, любитель аквариумных жителей, задумался обзавестись террариумом. Но в этом видео речь пойдет не обо мне. Давайте познакомимся с хамелеоном. Узнаем, что необходимо для содержания такого питомца, как за ним ухаживать и чем кормить. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в аптекарском огороде. И нас сюда пригласила компания Экзаменю. Мария. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотел бы вас сегодня поинтересоваться, помучить вас разными вопросами. Позадать вам вопросы о том, что вы здесь делаете, что делает ваш магазин в аптекарском огороде. Смотрите, наш зоомагазин предоставляет аптекарскому огороду определенную выставочную экспозицию. Это три террариума фирмы Экзотера плюс содержащиеся в этих террариумах животные экзотические. Это в данном случае у нас еменский хамелеон, самочка, очень хороший подросток. Это физума мадагаскарская, активный дневной геккон, очень красивый, очень крупный, очень симпатичный, постоянно на виду. И это питон региус или королевский питон. Сейчас его пока не видно, в будущем обязательно, конечно, его достану и покажу. Мы раз в два дня приходим в аптекарский огород и осуществляем обслуживание этих террариумов, кормление животных, уборку за ними, полив, опрыскивание и так далее. То есть все необходимое. И сегодня мы этим займемся? Да, да, сегодня мы этим займемся. Как давно вы вместе с аптекарским огородом выставляете свои рекорды? Ой, уже почти год. Уже почти год. Возможно, даже чуточку больше, около года действительно. Вот сейчас тут три террариума, а это всегда три? Или бывает больше или меньше? Их всегда три, но мы, кроме предоставления террариумов, также проводим в аптекарском огороде лекции о содержании экзотических животных, об их особенностях. Вот недавно у нас проходила как раз лекция о королевских питонах, в связи с чем у нас появился тут новый постоялец, в виде очень симпатичной девочки, пока девочки питона. Она очень маленькая еще, совсем крошечка-детка. И после лекции могут возникать какие-то определенные новые животные. Какие здесь еще бывают рептилии, отвладные экзамени? Так, раньше здесь вместо питона сидел иоблефарчик, леопардовый геккон и иоблефар, самец молодой. В принципе, больше изменений я не застала. Хамелеончики всегда были, фельдзумы всегда были. Тут экспозиция постоянная, экспозиция относительно действительно постоянная. Изменения какие-то происходят только в связи с определенными событиями, определенными лекциями, мероприятиями и так далее. А вы лично давно уже занимаетесь рептилиями? Я около 10 лет. У вас есть какой-нибудь самый-самый любимый представитель? Есть, есть. Я активно занимаюсь жемчужными ящерицами. И они здесь, к сожалению, и представлены? Здесь они не представлены. Представлены пара хорошеньких подростков в непосредственном магазине. Я совсем недавно смотрела их пол. Это вот я только смотрю, здесь у вас как раз на террариуме расположены, где они приклеены, да? Да, они приклеены. Здесь находится ваш магазин, где можно будет купить такого животного, который... Ну, и рептилию, который здесь находится, да? И рептилию, и террариум, и все необходимое для содержания. Мы специализируемся на полной комплектации. И здесь, смотряющие, есть как раз визиточки. Да, да, да. Со всей необходимой информацией. Адрес, телефон, почта, и даже у нас есть странички в соцсетях. Когда мы только сюда пришли, визиток не было вообще. Мы их принесли, да? Да, да. Мы их каждые два дня, мы приносим их, потому что их действительно разбирают очень активно. Люди интересуются, люди приходят, люди... Многие в наш магазин ходят даже как в своеобразный зоопарк, потому что выставочная экспозиция у нас в магазине довольно большая. Это 50 плюс разнообразных животных. Это амфибии, рептилии, это насекомые, это пауки, это скорпионы. То есть, ну, разнообразие... Еще аквариумные рыбки, да? Да, ну, аквариумные отделы, это, конечно, отдельная... То есть, я имею в виду именно террариумная экспозиция, она довольно обширная. Аквариумная составляет ей приятную конкуренцию тоже, конечно. Ну, и здесь на визиточках как раз-таки есть и рептилии, и аквариумы. Да, да. Это наши две основные специализации. Чем мы будем заниматься сегодня? Сегодня мы займемся уборкой и уходом за животными. У нас... Обычно мы идем просто по порядку, начиная, например, с хамеленчика юменского. Здесь у нас представлена такая вот симпатичная дама. Все террариумы оборудованы кодовым замком. Кстати, замки тоже интересные такие. Это ваши, прямо специальные, да? Да, это экзотеровские, они террариумные. Они сделаны специально под... Ну, это фирма одна, экзотера террариумы, оборудование. Она же производит лампочки. Ну, в принципе, все необходимое. Многие декорации производят. Вот. И, соответственно, оборудование этой фирмы очень хорошо подходит друг к другу. То есть, замочек сделан именно под дверцу. Он, к сожалению, из-за влажности здесь немножечко заедает. Вот. Сами дверцы оборудованы замком. Также специальным, то есть, без вот этой вот защелки. Если не отщелкнуть, дверцу открыть невозможно. Так вот. Защита от детей? Да. Да, защита от детей. Защита и от животных в том числе. То есть, чтобы никакая змейка носиком дверку не открыла. Вот. И не выбралась без желания своего собственного хозяина. Вот. В первую очередь, это, конечно, вода. Мы удостовериваемся, что животному достаточно влажно. Отрыскиваем. Хамелеоны очень благолюбивые животные. В их террариуме должно быть большое количество растений, либо живых, либо искусственных, с частым увлажнением, поливом и так далее. Ну, конечно, следить за достатком воды всегда нужно. Дно оборудуется в террариумах каким-либо влагостойким грунтом. В крайнем случае можно использовать коврик под травку. Знаете, такой искусственный коврик, травка. Вот. Можно использовать его. Но тогда, конечно, полив нужно осуществлять чаще. А вот здесь, в Малю, вообще нет живых растений сейчас, да? Да, да, да. Это так должно быть? Да, это искусственное растение. Оно гораздо удобнее устанавливается в террариум, именно в террариум. Хамелеон разницы не видит, не чувствует, не ощущает. Но оно сделано специально, чтобы хамелеону было удобно его захватывать и лазить по нему. Не то, чтобы хамелеон располагал большим количеством когтей на своих лапках. У него они как крючок своеобразный. По два пальца на каждой стороне. Поэтому... Он на самом верху сидит. Да-да-да, вон она, наша красавица. Хорошенькая, сильная красавица. Толстенькая, активная. Она не беременна? Нет-нет-нет. Это нормальное для самых хамелеонов телосложения. Так, кроме полива, мы также добавляем воду в паюку. Открываем. И доливаем. И доливаем. С верхнего листа аккуратненько вода стекает, на нижний и так далее, и так далее, и возвращаясь обратно в емкость. Хамелеоны особенные рептилии в том плане, что они могут пить только воду, находящуюся в движении. То есть, это вода, стекающая со стенок. Это из-за специфического зрения? Это специфика, да, исключительно хамелеоновская. Такая, знаете, хамелеоновская фишечка. Поэтому у них и террариум должен быть по-особому устроен. Это специфика их зрения. Они реагируют на движение, что в плане кормления, что в плане воды. Они не будут пить стоячую воду, воду, которая находится просто в стоячей паилке. То есть, он пьет только с листа? Да, только с листа. Либо когда мы его опрыскиваем террариум. После осуществления полива, после замены воды, до полива воды, мы аккуратненько вытираем, пока хамелеончик отдыхает после полива, мы аккуратненько вытираем террариум. В водсаду осуществляется автополив растений в этой оранжереи. Поэтому на террариумах остаются следы от воды. Мы их, разумеется, вытираем, чтобы оборудование не пришло в негодность, чтобы лампочки не перегорали. Мария не один год занимается рептилиями. Это человек, который не просто работает в экзаменю, а она сама является террариумистом. Более того, у Марии есть своя группа ВКонтакте, которая изначально создавалась как дневник. Сейчас это некая площадка, где можно задать вопрос и получить ответ. Мария всегда готова проконсультировать о содержании уже испробованных ею животных. А их, поверьте, у нее немало. Ссылку на группу Марии вы найдете в описании под этим видео. Там основная электроника находится, от которых хамелеон получает ультрафиолет и греется. Там лампочка прогревая и ультрафиолетовая лампочка. Этим животным необходимо ставить две лампы. Это лампочка, которая будет их греть, и лампочка, которая будет облучать их ультрафиолетом. Без этого, к сожалению, здоровое животное не получится. Без ультрафиолета они очень быстро схватывают рахит. Без ультрафиолета невозможно усваивать кальций. Ну, не усваивается витамин Д, вследствие этого не усваивается кальций. Соответственно, эта почка продолжается до тех пор, пока не происходит нарушение обмена веществ окончательного. Вот, мой хороший. Да-да-да, вот-вот. У нас эта девочка очень умная. Она приучена к кормовому месту. Вот. Язык, кончик языка у хамелеонов, липкий. Липкий достаточно сильный. Мы приносим в качестве еды сверчков, либо домовых, либо двухпятнистых. В данном случае у нас двухпятнистые сверчки. Вот, сегодня у нас на обед. Ест она самостоятельно. Можно покормить пинцетом. Но, в принципе, совершенно спокойно она кушает и вот так вот прямо из контейнера, вылавливая их языком. Сколько ей нужно на раз? В среднем съедает пять-шесть сверчков. В зависимости от их размера и своей сытости. Опять же, вот можно заметить, что хамелеон реагирует именно на движение. Ей сейчас тяжело охотиться технически, потому что она видит это все как общую шевеляющуюся массу. Пробуем ей дать с пинцетик. Свечка, видите, теперь она видит его именно на пинцете. Одного. Ей хватило двух сверчков. Они были очень большие, толстые, скрылатые. Это имага. То есть это самый крупный из сверчков, который есть. Ей вполне хватило двух. Мы приходим сюда через день, поэтому и кормление осуществляется тоже часто. Хотя рептилиям вполне достаточно питаться один-два раза в неделю. Хамелеону конкретно этого возраста достаточно было бы питаться раз в два-три дня. Совершенно спокойно. То есть если она живет дома, ее можно взять на руки? Да, ее часто берут на руки, часто пускают погулять по шторам, сколько уж слышала от хозяев хамелеонов. Это не приветствуется, но и не опасно. Если хамелеон находится в поле зрения и спокойно его перемещение контролируется хозяином, то все хорошо. А такой вопрос. Ну а если, скажем так, лето, залетела муха в дом, в квартире гуляет сейчас рептилия, она съест эту муху, это допустимо? Это недопустимо, это очень нехорошо. Но она будет на нее охотиться. Она будет на нее охотиться, как и охотиться на любое другое насекомое, находящееся в движении. Но это нехорошо, хозяинам это должно контролироваться и пресекаться, конечно же. Животное, которое рождено в неволе, выращивается в неволе и питается насекомыми, которые выращены практически в фермерских идеальных условиях, эти насекомые специально разводятся на корм, оно не должно, желательно, питаться насекомыми с улицы, потому что они несут в себе огромное количество паразитов, которые организм домашнего животного просто не сможет осилить. Паразиты, пыль, грязь, все, что неприятно с улицы. После этого, к сожалению, рептилии могут просто заболеть. А вообще рептилии часто болеют? Если у рептилии созданы все необходимые условия, и кормление и уход осуществляются планомерно и спокойно, и нормально, то никаких болезней быть не должно. Обычно все болезни, которые есть, это рахит, то бишь не давали кальций, не дали лампочку ультрафиолету, опа, нарушили условия содержания. Там, я не знаю, что-нибудь еще там, нарушение в ЖКТ, то есть неправильным кормом покормили, покормили не так, покормили слишком часто, слишком редко. Вот опять же, да, это чисто нарушение первичных условий содержания. Обычно все проблемы именно из-за этого нет такого, что животное болеет с ничего. Аккуратненько пальчиком. Вот, вот, вот она, ей это очень не нравится. Но, да, 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 конечно. Хамелеоны животные своенравные, вот, они спокойно приучаются к рукам. Это, понятное дело, не ручное пока животное, ну, относительно, да, потому что они действительно, ну, они спокойно относятся к рукам, даже сами по себе. Ручной хамелеон – это практически плюшевая игрушка. То есть это животное, которое будет позволять вам все. Давайте еще развеем миф такой, что хамелеоны меняют цвет, находясь в какой-то определенной среде. Например, сейчас на руке он… Они меняют цвет, скажем так, это не миф, но меняют цвет не в том виде, в котором мы привыкли этому люди. Да, 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 не так, как это принято считать. Они меняют цвет не находясь на каком-то предмете, а скорее от своего настроения и, как вам сказать, ну, да, по настроению. То есть они меняют цвет не из-за внешних факторов, то бишь окружающей среды, а из-за внутренних, да, из-за своего общего состояния. По ее цвету можно понять, что она относительно спокойная, потому что когда хамелеон находится в стрессе, в большом стрессе, он темнеет, практически чернеет, до черного пятна. Сейчас она спокойная, то есть она совершенно спокойно относится к человеку, опять же, поэтому я за нее сейчас не боюсь. Хамелеон сначала пытается напугать, как вы видели, да, раздувается, вот, и только потом, пытаясь сбежать, меняет цвет. Перемены цвета у хамелеона чаще всего вызваны стрессовыми ситуациями. В природе это то, что он видит хищника, например, да, и как думают некоторые, пытаются слиться. Нет, просто в этот момент он принимает тот цвет, который его организм наиболее посчитает удобным в данной ситуации, когда он прячется от хищника. Они не умеют практически никак себя защищать, да. Они могут только спрятаться, только как-то попытаться убежать. Вот сейчас сколько ей по возрасту примерно? Ей около восьми месяцев, в шести-восьми месяцев. Она в дальнейшем, когда станет взрослее, изменится внешний вид? Самочка не сильно, самцы, конечно, очень сильно меняются. Что у них добавляется? Самочки миниатюрнее самцов гораздо. У них маленький гребень, у них очень аккуратненькие лапки, и они, вот видите, действительно, как вы заметили, толстенькие. То есть, вот знаете, вот такие вот пухленькие, толстенькие. Самочка в природе именно у хамелеонов, это, по сути, ходячий инкубатор. То есть, она поэтому и толстая? Да, она толстенькая. Когда она беременна, когда самка хамелеон беременна, практически все пространство ее организма занято яйцами. Иногда кладки просто огромные. Иногда просто даже тяжело представить, как такое количество яиц, 50, 60, 70, вмещается в столь маленьком организме. А как часто у них такое происходит? Ну, кладки стандартно в сезон, да, то есть при спаривании самца с самкой. То есть, раз в три месяца? Нет, сезон. Сезон – это весна. А, только весна? Да, весна, лето. Но даже в домашних условиях не может быть такого, что она начнет зимой это делать. Она может, потому что в домашних условиях сезонность бывает часто нарушена, потому что им тепло круглый год, им хорошо круглый год, кормят круглый год. Но все равно это будет раз в год. Это может быть, если будет, давайте скажем так, хозяин может сделать это чаще, чем раз в год. Простимулировать как-то? Да, как-то простимулировать, вот. Но это будет очень плохо для организма самого животного. Скажем так, не каждая самка перенесет такое количество кладок, по-хорошему говоря. Ну, то есть, по-хорошему, должно раз в год быть. Да, вплоть до летального исхода. Они не несутся, в принципе, раз в год. Очень редко какая самка несется раз в год. То есть, в сезон они делают две-три кладки. Да, да. Весенний, летний сезон – это две-три кладки где-то раз в две-четыре недели. Вот. Что дальше делать? После одного спаривания с самцом. Достаточно одного спаривания. А, для двух-трех кладок? Да. Достаточно одного спаривания. Самки умеют запасать семя совершенно спокойно. Очень многие рептилины на это способны, на самом деле. У эвлифаров та же система, практически у всех иноземных гекконов. И сколько проходит инкубация? Инкубация в среднем проходит около двух месяцев. В зависимости от того, под кого инкубируют, под самцов или под самок, у них можно повлиять с помощью температуры инкубации на пол будущего потомства. 50-50, но кое-как. Ну, в среднем два месяца, скажем так. За малышами тяжело ухаживать? За малышами, скажем так, нет. Родители вообще принимают участие в ухаживании? Нет, они бы их с удовольствием съели. Даже так? Причем и отец, и мать. Любые, абсолютно. Хамелеоны не ухаживают за своим потомством. Они его доброжелательно игнорируют, скажем так, да. Они, понятное дело, что взрослые особи и малыши находятся всегда в разных террориумах. А в живой природе это как? В живой природе самка отложила яйца, про них забыла. Ушла отъедаться, потому что организм истощен. Все. Максимум, что она может сделать для своей кладки, это отложить их в наиболее подходящее для этой кладки место. То есть, достаточной влажности, достаточной температуры. Банально выкопать норку какую-никакую. То есть, все, что она может сделать, это удачно отложиться. В дальнейшем никакого участия она в судьбе потомства не принимает. А малыши, они уже сразу сформированы полностью? Малыш выходит примерно вот такого размера. Это хамелеончик в миниатюре. Прямо вот, как вы можете себе представить хамелеону. Лучше всего, наверное, на примере самочки это видно. Только очень маленький. Соответственно, сложность ухода в чем? Животные в этом возрасте очень нежные, очень маленькие. Поэтому кормовые объекты должны быть маленькие, безопасные для них. Это обычно мелкие тараканы и очень мелкие сверчки. Пыль сверчковая, так называемая. Это новорожденные сверчки. Опять же, устроить удобные условия для малышей тяжело. Потому что ветка, на которую залезет взрослых хамелеон, не всегда ее сможет осилить малыш. То есть, они должны быть тоненькие? Да, обычно им ставят сетки для растений типа рабиц, только пластиковые. При оборудовании именно детских садов, так называемых террариумов. Кормовые объекты. Опять же, малыши не могут в пространстве целого террариума. Часто они теряют кормовой объект просто из виду. Они также реагируют на движение. Им бывает просто тяжело в таком большом пространстве, как вот этот малышкарий, найти... Это так называют? Да, детский садик чаще всего. Детский террариум, детский садик, малышкарий, как угодно. Вот. И им бывает тяжело в пространстве террариума найти кормовые объекты. Поэтому им, чаще всего, малышам и оборудуют вот это, вот как я показывала, кормовое место. То есть, это какой-то небольшой контейнер, в который ведут большое количество веток. Опять же, напоминаю, да, хамелеон не ползает по вертикальным поверхностям. Единственное, что он может использовать для того, чтобы перемещаться, это вот за что-то зацепиться. То есть, чем больше в террариуме будет веток, коряжек, лианок и так далее, тем для хамелеона удобнее. Иногда, может быть, не видно хамелеона, но ему там хорошо. Вот то, что мы сегодня сделали здесь, это все? Да, чаще всего это все. Это весь уход такой обыденный? Да, да, да. Это каждодневный уход. Иногда мы проверяем качество лампочек, заменяем их по мере необходимости, перегоревший, отгоревший. Ультрафиолет, например, мы заменяем раз в полгода-8 месяцев, в зависимости от фирмы. Ультрафиолет нельзя использовать дольше, да, потому что ультрафиолетовая лампочка просто выгорает, она больше не излучает ультрафиолет. А в ваших магазинах есть все оборудование для дочери? Ну, все от и до. И ультрафиолет в том числе? В том числе огромное количество выбора. Разных фирм? Да, разные фирмы, разные сроки службы, разная ценовая категория. На этом видео подошло к концу. Впереди еще два выпуска, где Мария расскажет о других, не менее интересных подопечных. Чтобы не пропустить новые выпуски, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok